доброго дня вам весна идет весна идет мы молодой весны гонцы сегодня ночью снег был был к утру растаял размело его все вот она весна идет сегодня решила осенью закрывала закрывали надо кушать когда ты это вот такая красота первый раз делала вот таким способом делала первый раз это без соли без ничего на два литра положила две таблеточки аспирина хочу замороженный не тот я смотрела посмотрите такая открывашка оказывается она открывает вот такие крутящиеся банки слушаем тыкнуть должно тыкнула открылась до слоны чтобы это рассол снег стек аромат обалдеть аромат так как и рассчитывала аромат обалденный жесткие я вот такие вот не это жесткие хорошие я больше делала зеленые я потому что люблю зеленые ну и лучок я порезала приготовила я фарш замешиваю в той же кастрюле которую буду варить герентьяйка просто зачем чуть-чуть риса промыла я рис чуть-чуть риса соль а зиру надо вот так вот помять чтобы ее вышел этот аромат смесь мяса мяса много не бывает пока это поставлю варить еще надо рогали сделать вчера у внука было этот садике на урус туда отдала все рогали сделала быстренько быстренько это это баурсаки надо жарить баурсаки а я задыхаюсь от запаха масла я задыхаюсь и поэтому он говорит ажи сказали баурсаки принести я тебе сделаю еще лучше чем баурсаки потом после садика встречаю ажи все сказали рахмет скажи ажи вкусно получилось а чё я без них сладкое делала я может сладкое я не ем не люблю и взяла вчера хитрость придумала ну где-то на ложку сметаны ложку сахара добавила намешала и когда из духовки вытащила помазку сделала и все вот тебе и вся вот весь секрет вкусные и блестящие и вкусные так видно нет бисмеля нахашина мое самое сейчас я не знаю люди как проблему создают готовить а я живем зачем если кушать не будем мы же живем зарабатываем деньги с собой ничего не унесем поверьте если в больнице так вообще ни одно ну на это только одето что-нибудь одно на тебе минимальное штаны и ну как типа пижама и все и потом дыдынс похоронят все останется здесь поэтому поэтому надо кушать вкусно качественно хорошо чтобы были силы на подвиги жизненные а если эти фатфуд перекусы потом эти напитки энергетические и все конец фильм быстрее придет а хочется я когда вот особенно слегла у меня только одно было в голове только не лежать только не лежать у меня одна родственница покойная двадцать один год лежала двадцать один один ой вот сестра ну троюродная или что вся ее жизнь ее детей мужа прошла что вот они смотрели за ней мама же очень хорошо смотрели вот двадцать один год это целая жизнь же я когда заболела у меня было в голове только не лежать по палате когда это одна покойная она с чили кореянка она сказала у нас корейцы дома специально опиум держат два грамма ну чтобы когда сильно плохие чтобы не мучиться не лежать чтобы потихоньку принять и уйти на тот свет но боли у всех конечно не дай бог болеть не дай бог болеть кто кто у казахов говорят басанати меси бри мисын если ну как не пережил это то никто не поймет такое такое вот так у меня как бабай мой дедушка говорил про любви на лбу что написано ну как бог когда выпускает сюда на эту землю а как на лбу пишет какая у тебя будет жизнь и вот он говорил дедушка что на лбу написано от этого качмарсан манная на язу ганнан качмарсан эйджелин суда нулсан если судьба тебе уйти на тот свет от воды брыютан суда боговарсан захлебнешься в одном глотке воды и поэтому вот так вот будем все лишнее одно достала красненькую положу я люблю когда перцы ну чтоб еще баклажаны не только перец фаршированный вот я именно люблю когда вместе с перцами фаршируешь баклажаны ну вот эти покупать тепличные слава богу деньги есть у меня я не бедствую совсем не бедствую я Аллах шукар бин шукар Аллах я работала всю жизнь заработала на жизнь заработала то что вот дочь со мной живет она обеспечивает она обеспечивает мам ты меня 35 лет кормила я сказала когда заболела больничный 35 рублей 35 рублей полтора года я получала больничный слава бог выжили так все готовенько сюда вот так и подвожу все красавчики красавчики где моя тарелочка вот такая столовская тарелка советская вода я ее дын сверху накрываю вода я воду не покупаю я с крана воду отстаиваю в банке потом переливаю в графин ну пить банку промываю потому что я считаю бутылированная вода это трата денег бешеная трата денег как один есть я машину не покупаю не буду я покупать чтобы на мне эти бензиновые олигархи наживались ни за что ну так и я я воду не покупаю у меня и внук приучен он бутылированную воду не пьет все зажигаем поджигаем сейчас когда закипит лаврушку положу 20 минут и готово сейчас пока вот это все приберу тесто заведу на эти рогалики продолжаем бульон подсолила чуть-чуть лаврушку положила и пока оно закипело вот положила сюда это в чашке масло чтобы оно подтаяло вот оно и подтаяло здесь все на медленный огонь убираю закрываю пусть само по себе варится теперь сюда тесто я вот так вот засушиваю цедру и держу и такие пакетики всякие не выбрасываю когда вот мне надо я держу их на раз-два использую все цедра в порошок а а лишь его добавить апельсиновая цедра кстати вот эти которые брала апельсины новые эти с гранатом с них цедра не снимается ничего пусть полежат куда-нибудь придумаю сюда немножко сахар добавлю а без сахара совсем тоже нельзя вздобоже теперь яйца я всегда яйца отдельно делаю все ну вот чтобы не не попасться на испорченные два яйца щепотка соли обязательно без соли нельзя это положила это положила сахар положила и я использую сухое молоко кондитерское сухое молоко я его в таких банках держу вечные банки так три ложечки молоко добавлю а по рецепту нужно 100 грамм воды вот эти 100 грамм сейчас налью с одной стаканчики от яйца с полосном все и я не этот я дрожжи тоже использую чтобы быстрее чтобы голову свою не морочить но все равно вот это чайная ложка сухие дрожжи вот и чтобы вкусно пахло ванилин да ванилин все 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 мука сейчас я это перемешаю все 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 мука 500 грамм тесто собрала вот такое получилось чуть-чуть чуть-чуть это самое вот эти апельсиновые все сейчас уже немножко отмякнуть цвет дадут и будет красота и цветом будут красивые и будет все нормально у меня привычки как увижу все вот как-то узбек один мой я с ташкентом много лет работала они сварят перец и вытаскивают из бульона сразу вот бульон то если перцы вот так вот вытащишь они намного вкуснее так что запах стоит обалденный они вот такие вот жесткие вот он сам перец ой перец жесткий такой прямо вот прям как перец это вот жесткие жесткие так что теперь буду так делать я еще и вярила перцы а дочь сейчас пришла говорит мама это вкуснее чем вяленые перцы я туда кручу я же говорю кручу и верчу запутать хочу все целый лист вот пропекла пока они горяченькие я два листа сразу пекла вот ложечка сахара ложечка сметаны вот сейчас я вот это перемешаю и прямо сверху сейчас промажу они будут блестящие блестящие все всем мира и добра всем всего хорошего шабах шабах